У нас есть такие хавчики, вот Анна вас зовут, пользуется календарем в почте, вообще это фантастика, фантастика, что вы это умеете. Вы так хорошо пользуетесь вот этой почтой, ни у кого такого опыта нет из наших учеников, но завтра будут другие полезные навыки, так что приходите завтра, будем учиться, будем помогать друг другу, будем двигаться дальше, потому что мир не стоит на месте. 21 век, надо понимать, цифровая эпоха, да? Скажите, что-то кто-то вам сказал, кто что успел, кто что сделал, кто что понял. Все очень интересно, важно и нужно. Нужна только предъявительная информация, подготовка, чтобы вы знали, что нас ждет и что нас интересует. Каждый из нас умелый в том, что его жизнь необходима. Кто-то пользуется скайпом, а кто-то пользуется электронной почтой. Я подключилась к интернету в 70 лет, когда муж ушел из жизни. Одиночество и необходимость выживания в сегодняшнем веке заставляют, но каждая необходимость нуждается в информации, в обучении и в доработке. Ну вот я пользуюсь календарем и пользуюсь электронной почтой. Чем-то еще. Каждый из нас пользуется чем-то другим. Поэтому, конечно, вводное, чтобы знать, что нас ждет и что нам спрашивает, очень нужно продлить, насколько вы можете, ваше очень полезное мероприятие. Это важно, нужно и большое вам спасибо. Даже то, в чем мы ничего не понимаем, каждый в чем-то, все равно интересно, потому что это навыки, это ассоциативная память. Правда же? Да. Правда, которая, но она должна немножко увлечься. Спасибо вам большое. Я пользуюсь. Ирочка, вы плачете отравы? Да, я плачу отчасти. Потому что такие люди рядом замечательные. Да, я плачу отчасти. Хотя, потому что я закачивала, когда я стала в цепь по интернету. Ну, мне насколько вы, как бы, антийский не знаешь, немецкий ничего. Опа. Ну, это точно хорошо. Потому что, в общем, мне очень было, эти курсы мне фактически не давали. Представляете? И вот уже как-то мне тогда, тыка, тыка, я, ну, немного, я помогали, а когда тебе, тебя создали, ты, ты же не увидел, как это быстро сработало, да? То есть тебе все равно нужен, как ласка, то есть если ты, вот, поэтому я, конечно, сегодня счастлива, что я, кстати, уже немножко, когда вы сказали, по полочкам, по файлам моим, ну, может, чуть-чуть, наверное, понятно. Крайне, наверное, на каждой булочке есть вопрос. Еще да, конечно, практика, практика, если нет практики, то... Вот, я хочу сказать, что Ира присоединилась на Кисхарково и ехала на кинофестиваль и попала вот на такой тренинг. Слушай, это кино, я, кстати, на кинофестивале еще ни одной программы не делала, но на жизненной программе я делала уже великолепное кино, замечательно. Одни литературу, фестивали литературные. Вчера мне женщина, очень, 80 лет, я ее хотела присоединить в нашу команду. Она настолько одинока была, вчера был день, кстати, сердца и одиночество. И представляете, она кричала на улице, я не могла понять, ну, что случилось. Потом она меня пригласила, я к ней подошла, она мне рассказала стихи, спела песню, и у меня еще подтвердился еще один фестиваль. Да. Литературный фестиваль, то есть человек через свое сердце и одиночество, он... А сейчас вы находитесь на фестивале Планета Долгожителей. Это у нас онлайн-часть, у нас были мероприятия в парке, у нас были концерты, театральная постановка, занятия со скандинавской ходьбой, танцы в фламенку. А сейчас у нас онлайн-часть, мы обучаемся. Это как завершение. А, и посещение психбольницы, где лежат пожилые люди. Это участие, тоже в рамках фестиваля. И все это вы можете посмотреть в отчете, который мы сделали. Отчеты есть у нас в фейсбуке, много страничек наших, и мы тоже приглашаем присоединяться. Я понимаю, что в этом онлайн-обучении очень много всяких, пока что не понят их нами моментов. Но вы знаете, какая радость, когда я смотрю на вот этот экран и вижу, что там люди из города Сумы, из Киева, из Ирпеня, из разных городков Украины, и даже из Донецкой области, и даже из Донецка. Вот здесь мы объединяемся в этом процессе. Они там, но они присоединились к нам для того, чтобы вместе с нами поучаствовать. Представляете, как здорово? Завтра по программе, в 10 утра, мы начинаем заниматься гугл-картами. Это очень удобно со смартфонами, когда мы ходим. Что такое гугл-карта? Где я нахожусь? Как проложить свой маршрут? Чем легче доехать? Куда лучше дойти? Очень удобная опция. Всегда пользуюсь, когда еще ресторанчик поблизости, хороший, любимый. Когда не знаю, как пройти на какую-то гору в Карпатах, тоже помогает гугл-карта. Когда нахожусь где-то в лесовое, ищу какой-то памятник архитектуры, тоже помогает гугл-карта. То есть завтра с утра мы начинаем изучать эти инструменты. А когда у нас будут инструменты готовы, у нас появятся и возможности. Вы понимаете, как мы мыслим? Мы сейчас научимся это делать, а вот потом, через какое-то время, сразу появится возможность, чтобы это практиковать. И сейчас мы уже можем практиковать. Я имею в виду по поводу листопона, по поводу путешествий, да, не будет у нас это возможность. Помогайтесь. То есть сначала мы занимаемся гугл-картами. Потом организация быстрых записей. Гугл-картами. Гугл-картами. Это тоже интересно. Использование гугл-календаря. Планирование общей деятельности. Знакомство с уровнем поступа объектов гугл-диска. Гугл-диск – это облачка, на котором хранится информация. Ну и дети, и гугл-картами. Мне на Таира вы попали с этим. Обещайте. Хорошо, мы вам найдем сейчас. Но завтра вы сами себе уже найдете. Хорошо. Все получится. Если доберусь. Тогда просто поправлю. Мы идем. Хорошо. Кто-то еще что-то хочет сказать? Я могу вас голос сказать. Я пользуюсь через... Молчал. Фейсбуком. Переписываюсь. У меня очень много друзей. В разных странах. В разных городах. Комментирую. Сама что-то предлагаю. Меняемся мнениями. И очень интересно. И все время учусь. Сегодня я видела, что ты почистила свои контакты. Выбросила ненужные. Телефоны. Человек ничего лишнего в голову не берет. Все чисто. И в доме, и в голове. И в сердце. И много друзей. И переписываемся. И комментируем. И сама учусь. Многому. В общем, это очень интересно. Это моя жизнь. 92 года. Да? Да. И никакие мы не бабушки. Нет, мы все айти-молодушки. Спасибо. Спасибо.